Ребята, всем привет! Сегодня расскажу о новости, которые касаются подготовки будущих водителей. Один из депутатов Госдумы не сегодня, на днях, предложил вернуть так называемую самоподготовку водителей. Что это такое? До 2013 года в России в принципе официально не запрещалось при присутствии опытного водителя сажать за руль будущего водителя, то есть курсанта. Сейчас я напомню, за это грозит серьезный штраф, то есть за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав, штраф составляет 30 тысяч рублей. То есть очень огромный штраф. А раньше такого в принципе не было, и многие родственников своих обучали, то есть к примеру, там сыновей, дочерей. Родители могли просто обучать куда-нибудь, выезжать на закрытую площадку, либо там за город, на проселочных дорогах, спокойно сажали их за руль. Уже, ну как бы не детей, уж понятно, там 15, 16, 17-летних подростков, и обучали их, то есть готовили к сдаче экзамена на права. Потом все это было отменено, естественно, сейчас, чтобы сдать на права, нужно обязательно пройти официальное обучение в автошколе и получить соответствующее заключение. Так вот, депутат, который является членом комитета по транспорту, предлагает вернуть понятие самоподготовка. Он обосновывает это тем, что при самоподготовке, получается, нет привязанности к рабочему графику, то есть человек может обучать вождению там вечернее время, после работы, по выходным. То есть он не зависит, получается, от работы автошколы, от режима работы и может самостоятельно выбирать время обучения. Кроме того, самоподготовка подразумевает экономию денежных средств, то есть вы не тратите деньги на инструктора, на обучение вождению, а там отец, мать, там, либо дядя, тетя могут сами обучать своих родственников, постепенно готовя их к экзамену. Естественно, все это не просто так, предлагается наравне с этим, то есть при введении самоподготовки ряд ограничений, то есть необходимо будет прописать требования к этому обучающему, то есть это должен быть человек, который уже имеет водительские права, предлагается также, чтобы он в течение последних двух лет не имел лишений прав, не должен был быть участником ДТП, а также не имел грубых нарушений ПДД, то есть там пьяные вождения, проезд на красный и прочее, прочее, прочее. Кроме того, предлагается ряд ограничений для такого вождения, к примеру, запрет на езду в ночное время, запрет на превышение скорости, то есть ограничить скорость таких начинающих водителей при самоподготовке, а также установить какой-то опознавательный знак, то есть какую-то наклейку, которая бы позволяла понять другим участникам движения, что этот автомобиль участвует в той самой самоподготовке. Данные поправки этот депутат планирует направить в правительство, то есть пока он еще не направил, то есть он направит в правительство для рассмотрения, то есть пока это только инициатива, сразу предупреждаю, то есть там, у меня многие там под видео про 16-17 летних водителей радовались, там, о, мне осталось 2 года, мне остался 1 год, пока, как бы, не торопитесь радоваться, пока это только предложение, то есть я пока именно рассказываю, что это инициатива, возможно, она будет как-то доработана, принята, возможно, правительство ее просто отклонит и не будет рассматривать. Все это мы узнаем уже в ближайшее время, а пока нам остается только ждать, какая-то информация, если появится, я обязательно позже расскажу. Что вы думаете по поводу этой инициативы, кто за, кто против, какие-то свои доводы, можете обязательно писать в комментариях, все обсудим, все, всем пока.